В апелляционной жалобе осуждён утверждают, что убивать ребёнка не собирался, хотел только наказать малыша за непослушание. Ходатайствуем о переквалификации дела с умышленного убийства на убийство по неосторожности. Просим о смягчении наказания, учитывая молодость, первую судимость, положительные характеристики осужденного. В октябре прошлого года Мактебай, подрабатывая грузчиком, получил расчёт за работу, купил водку и отправился домой отмечать получку. На следующий день несколько раз отправлял жену за пивом, выпил не менее семи бутылок. Вечером к выпивающему отцу подошёл четырёхлетний сын. Ребёнок сказал, что тоже будет пить пиво, как папа. Мактебай запретил ему прикасаться к спиртному, но малыш взял бутылку и сделал несколько глотков, после чего отец схватил ребёнка и начал швырять его на кованный сундук. Малыш ударился головой о металл и закричал, его подхватила мать. Отец велел всем успокоиться и ложиться спать. Ночью ребёнок умер от закрытой черепно-мозговой травмы. На утро отец, найдя остывшее тельце, запретил всем выходить из дома. О случившемся супруга сумела сообщить своей матери только на второй день. Суд первой инстанции признал его виновным в убийстве с особой жестокостью, совершённой в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, назначив 25 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Считаю приговор обоснованным и законным, соответствующим совершённому преступлению. Судебная коллегия по уголовным делам под председателем Нурсирика Шарипова вынесла свой вердикт. Рассмотрев все обстоятельства, коллегия приняла решение приговор суда первой инстанции оставить без изменения. Ходотайство осуждённого без удовлетворения. 25-летний Мактебай следующую половину своей жизни проведёт в местах не столь отдалённых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова